Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодать». Пастор Алексей, очень часто люди говорят «Бог сказал мне». Что это значит? Ну, я не знаю, что это значит. Это надо у них спросить, что они подразумевают, когда они говорят «Бог мне сказал», как Он им сказал, при каких обстоятельствах. Мы можем говорить о том, что Библия говорит относительно этого явления. В действительности Бог говорит. И Бог говорит, обращаясь на человеческом языке к людям. На протяжении истории Священного Писания, истории человечества мы видим разные формы, как Бог говорит. Бог говорил непосредственно Адаму и Еве, с ними имел прямое отношение. Другим людям Он говорил через ангелов. Например, к Аврааму пришли три мужа, которые говорили ему о том, что произойдет с его племянником Лотом или с тем городом, в котором он живет. Или же Бог говорил к Иосифу, мужу Марии, через ангела, послал ангела. В каких-то ситуациях Бог говорил во сне. Мы знаем, что Бог использовал разные обстоятельства для того, чтобы коммуницировать какую-то истину. Но самая главная форма, как Бог говорит, это, безусловно, Священное Писание. Почему Священное Писание является главной формой? Потому что Священное Писание, мы точно знаем, оно является откровением, которое написано Духом Святым. Есть такое понятие «богодухновенность». Писание, «богодухновенность» означает то, что Писание содержит в себе Божье или является Божьим словом, не имеющим каких-либо ошибок или каких-либо неточностей. Как это достигается? Это достигнуто было посредством чудесного явления, когда Дух Святой взаимодействовал с конкретными людьми, и они писали послание или книгу, и это послание отражало мысль Божию, отражало замысел Божий, который он коммуницирует. Таким образом, мы точно знаем, что Священное Писание является Божьим откровением. И когда человек говорит фразу «Бог мне сказал», имея в виду, что он прочитал в Священном Писании что-то объективное, конкретно касающееся его жизни, то эта фраза вполне легитимна. Бог действительно говорит к нам через свое слово. Он обличает нас, он исправляет нашу жизнь, он наставляет нас в истине, он делает нас, снаряжает нас к служению, делает нас способными осуществлять служение. Бог, безусловно, говорит, и он говорит через Священное Писание. Правда, чаще люди, употребляющие эту фразу, они имеют в виду что-то другое. Они имеют в виду какое-то субъективное ощущение, которое возникло у них. Это трудно отследить, они чаще всего не признаются, что это шепот какой-то был в их ухе или ангел им явился. Чаще всего они говорят о какой-то вот таинственной форме, по которой они вот ну просто знают, что им Бог сказал, или посредством каких-то знаков, которые они интерпретировали и столковали. Вот с этим всегда проблема. Проблема заключается в том, что нет никаких объективных инструментов, посредством которых мы можем проверить достоверность, что это действительно Бог сказал. У человека могут сложиться субъективные ощущения по ряду, под воздействием целого ряда факторов. В конце концов, человек мог переесть с вечера, и потом ночью ему что-то причудилось. Каким-то образом ему показалось, и он в действительности убежден, что это точно так. То есть, есть много различных субъективных факторов, которые приводят людей вот к подобной убежденности. Поэтому единственное, в чем мы точно можем быть уверены, это в Священном Писании. Все остальное нужно проверять в Священном Писании. Нужно иметь навык, в котором мы бы, обращаясь к Писанию, могли быть убежденными, что это точно Божий голос, это точно то, что Бог говорит. Священное Писание в действительности предупреждает об очень осторожном отношении к подобным явлениям. В послании к Колоссянам во второй главе мы читаем следующие слова. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». То есть, по всей видимости, еще тогда появлялись люди, еще во времена апостолов появлялись люди, которые, вот здесь названо это явление, самовольные смиренно-мудрии, они представляли себя такими духовными, что они говорили о том, что ангелы там как-то им служат, у них есть какое-то дело с ангелами. Так вот, исходя из того, что апостол видит там, он предупреждает, будьте осторожны, чтобы не попасть в обольщение под воздействие вот таких людей, которые вторгаются в действительности в то, чего не видели, а то им показалось так. И дальше безрассудно надмиваясь плотским умом своим. То есть, это плод их воображения, это плод их ума. Конечно, Бог может побуждать нас к чему-то, Бог может направлять нас и сегодня, но вот это побуждение, как я уже сказал, оно должно проверяться Священным Писанием. И вот только после того, когда событие произошло, мы можем, глядя назад, сказать, это точно было от Бога. Эти обстоятельства точно были направлены Богом для того, чтобы привести нас к одной или другой ситуации. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете узнать намного больше, что говорит Библия. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.slava.org. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok